давайте мы перейдем в другую область я хотел бы чтобы вы рассказали у вас есть к васту это имеет отношение вот этот угол где находится алтарь а смотрите васту наука васту это наука которая не имеет никакого отношения не к религии не к нациям она принадлежит абсолютно всем людям неважно какого цвета кожи у людей и какого вера из какой вероиспорта у вас стоит статуэтка что-то за статуэтка это кубер нет это конечно это конечно 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 он просто помогает всем студентам учителя дар слова ясно хорошо так еще раз все-таки кваску это имеет отношение или не имеет отношение к религии это если мы это возьмем как вас то это должно быть обязательно восточный сектор то есть алтарь и люди которые молятся люди которые поклоняются они должны он должен находиться только вас только восточном и северо-восточном секторе неважно какой религии люди но в северо-восточном и восточном секторах должно должен находиться алтарь и алтаренная комната и если вы произносите молитвы свои каждую религии свои молитвы или мантры обращаясь лицом на восток но если у вас в доме ну вы человек религиозный православный предположим да и вы каждый вечер или каждое утро читаются молитвы вы не берете планеты вы берете просто молитвы тогда конечно уголок для молитвы для иконок должен быть северо-восточном секторе или восточном секторе вот если люди других религий рекомендовано делать то же самое но если действительно это уже идут индивидуальные просьбы да такие как к лакшми обращаются тогда смотрят на юго-восток почему обращаться к лакшми но во-первых лакшми это богиня богатства а во-вторых очень часто проводят именно выйти замуж молодые девушки то просят замужества но молодые ребята тоже кстати тогда тогда да тогда скорее всего что надо обращаться как по лицом на юго-востоке и так по каждой планете но это отдельно это уже обращение непосредственно пока но если мы берем как науку вас то то это только северо-восточный восточный сектор хорошо хорошо но думаю что пока на этом мы остановимся этот сегмент нашей передачи сейчас это идет в записи он закончился и мы продолжим наверное следующей нашей передачи рассматривать то что называется ядрами и и они нам расскажут о чем идет речь как они делаются как они рисуются для чего они рисуются для чего они бешутся но вот в таком ключе спасибо 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 всего доброго до свидания